С Украиной связаны события, война, военные действия. Что я хочу сказать, хотя, кстати говоря, политически, все-таки я работала тоже с педучилищей, все были в фронтовике. Если вы украинец, примите, я старая женщина и я знаю психологию. Во-первых, у нас вот две консьержки, я познакомилась обе, из Донецкой области, западенки, западных они называют. Я очень хорошо знаю историю, австрийская, поляки всю жизнь хотели, мы все Сусанина помним, и Минина, и Пожарского, которая под зад им, Мнишек, которая стала в Москве. Народ наш, ну это отдельная, очень интересная история нашего народа. Так вот, Донбасс был всегда русский. И если бы вот эти подлецы, бывшие, партийные, и Кравченко, и еще, если бы они дали, как у нас, автономию, там, Башу, Буганской и этой, ничего больше не было. Ну как у нас Узмурска автономная, Татарстан, Башкирия, Коми, но сейчас они, ну а все равно как отдельно, Марийская и так далее. Та же Чечня, посмотрите, как выросла. Дагестан поднимается. Они автономные, есть область, а есть республика. Республика, да, да. Есть и в Луганску, и Донецку, ой, это, ну, Донецку, дали, они же просили. Но вот эта украинская часть населения националистически под влиянием Запада, Западная, Польша и так далее, грудь распирает от желания власти. И нет, ну посмотрите, какое, извиняюсь, говно был, Ющенко, президент Украины. Что это за президент? О Порошенко, хоть и английский знает. А сейчас вообще комик? Да, Озеленский. Комик? Ну, у него мозги работают, так ему надо было что сделать? Взять и повернуть власти. А вы считаете, комик может быть президентом? Я должна вам сказать, комик не комик, но у него природная гибкость ума. Это называется остроумие. Это характеристика ума. Вот. Так вот, имея гибкую характеристику ума, он должен был что? Подумать? А народ-то зачем выбрал комика? Хотелось праздника. Теперь Порошенко, как заявлял? Мы будем жить, а они будут в подвалах сидеть. Как может президент говорить о своем народе такое? Вот я наблюдаю профессионально за Путиным. Я поражаюсь. Я знаю, что такое психический процесс воли. Я знаю, что такое психический процесс мышления. И мышление – это синоним ум. И я всегда с наслаждением смеюсь. Он настолько астроумный. А он астроумный никакой. Он знает литературу, он знает историю, он знает искусство. Шутит. Он же военный ищет. Ну, это самое главное. АСБшник? Нет. Самое главное у него… Никакой Башни? Нет. Погодите. Вот тоже не знаете, неграмотный. С чего? А я, однажды к моим друзьям из Риги приехали родственники. И там была книга Путина. И я ее прочитала еще. Ну и дополнительно. Мальчик из крестьянской семьи. Потомственной крестьянской. Мать работала техничкой на заводе. И старший брат умер во время, значит, когда в Димграде блокада была. Он вырос во дворе, как я росла во дворе. Он все дубликомпания. Вот там дрова привезли. Мы на этих дровах вот так вот сидели, разговаривали и так далее. Парни, какие были футбольные мячи? Ну что-то шили из кожаных там взрослые и набивали тряпками. И пацаны играли. Было очень много коллективных игр. Так жили-жили. Так Путин рос во дворе. Но случайно тренер пацанов собрал занятия спортивной борьбой. Ну, очевидно, и тренер, мы знаем их он. И сам вид спорта, они формируют характер. Если я стреляла из позиции стоя, значит, характер у меня был. У меня не тряслись руки, а ноги предпочитали из позиции лежа. Вот. И глаза, и главная рука твердая была. Это характер. Вот. Потом он закончил школу. Успешно он уже закончил юридический факультет. А что такое юридический факультет? Да еще, извините меня, Ленинградского университета. У меня брат тоже закончил юридический факультет. Пермского университета. Ну, тоже университет. Там даже сама учеба. Я приезжала к нему. Ну, вообще, ребята на факультете были. Значит, четвертый этаж. Выносить ведро. Так они что делали? Они становились, придумывали. Как эстафета. Кто вперед из ведер вынесет. Вот так. Вот такой был народ. Вот он рос в этой среде. Это у Пропутина, да? Да. Потому что и я, мой старший сын, ему 60 лет, а факультет потом у меня 6 лет учился в университете на историческом факультете. И у них был театр студенческий. Выступали и в Риге, и в Новосибирске. Вот вы понимаете, это люди образовывали. Много. Не вот один. А брат мой, младший, который на юридическом, ага, начались первые студенческие отряды. С север Ферми. Они работали там в лесах что-то. Потом Целина. И вот, значит, на Целине я вот аварий заболел. 18 километров было. Не было отчетовое воспаление легких, высокая температура. И мой брат на себе нес этого друга, который стал потом криминал-прокурором России. Вы знаете, все так не дается. А сейчас, что еще хочу сказать о Путине. Это он же живой человек. Вы увидели хоть у него, он когда-нибудь из себя вышел, какие вопросы ему задают. Это признаки культурного человека, еще целеустремленного. Он прекрасно понимает, сколько вурят. Что он может уйти? Он из кожи лезет оставить Россию. Вы посмотрите, сколько молодежи втягивается. Какую форму изобрел вот этот городок в Сочи. Сейчас их в России шесть. В Свердловской области огромные. И сейчас, ну, в Подмосковье, и везде строят. Шойгу. Какой надежный. У них вот группа, это надежный товарищи, слово. А слово товарищ было, ты никогда не подведешь. Говорят у Путина двойников много. Как вы думаете, справа или нет? Знаете, неграмотных людей еще больше.